ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Шалом Еди Дим, мир вам, друзья! Спасибо, что смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса». Особенно я хочу поблагодарить тех, кто стал партнером нашего служения. Благодаря вам мы можем транслировать эту программу почти в двухстах странах мира, созидая тело Мессии и видя, как люди, заблудившиеся во тьме, получают помощь, когда в их жизнь приходит Бог через учение Его Слова. Дорогая, сегодня мы поговорим о духовном прорыве. Он нужен всем нам. Нужен, потому что Его приготовил Бог, и мы всегда можем прорваться на следующий уровень Его славы. Верно. Я заметила, что порой Бог врывается в мою жизнь так внезапно, что я не всегда к этому готова. Иногда, когда я оказываюсь в очень сложной ситуации, мне кажется, что моя жизнь зашла в тупик. В такой ситуации все резервы наших сил исчерпаны. Тогда Дух Бога врывается к нам, чтобы наша жизнь прорвалась на новый уровень силы, какого мы никогда не знали. Мы должны полностью доверять Его водительству, и тогда мы увидим победу и прорыв в нашей жизни. Да, это очень важный момент. Нам нужно понять, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все, включая времена трудности, потому что у Господа есть план, как обратить эти трудности нам во благо. Поэтому приятного просмотра, устраивайтесь поудобнее. Это вторая часть серии, которую я назвал «Духовный прорыв». Если вы пропустили первую часть, я призываю вас посмотреть ее. Это очень важно. Дорогие, я верю, что на моей жизни есть сверхъестественная способность, сверхъестественный мандат и помазание на прорыв. Я верю, что эта способность к прорыву, которой Бог меня наделил, может передаться и вам. Благодаря этому учению вы тоже обретете эту способность. Она приведет вас к мощному прорыву, прежде всего в духовной сфере, а затем и в материальном мире. Мы видим пример того, как прийти к прорыву в жизни Давида. На прошлой неделе мы с вами читали вторую книгу царств, пятую главу с 17 по 25 стихи, и параллельное местописание, первую книгу про Липоменон, 14 главу. На прошлой неделе мы узнали, когда Давид стал помазанным царем, филистимляне узнали об этом и атаковали его. Дело в том, что, двигаясь вперед в хошеме, двигаясь в помазании, двигаясь в вере и хождении с Богом, двигаясь в своем служении, вы должны понимать, враг отреагирует, и с помощью атаки попытается вас остановить. Я подробно говорил об этом на прошлой программе. Опять же, призываю вас посмотреть ее, потому что верю, на моей жизни есть сверхъестественный мандат, помазание на прорыв, и оно может передаться и вам. Я не буду повторять все то, что говорил в прошлый раз, скажу лишь одно, когда вы двигаетесь в Боге, знайте, что враг отреагирует. Бог позволяет врагу реагировать, поскольку мы с вами, противостав врагу и преодолев его атаки, тем самым получаем возможность стать зрелыми сыновьями и дочерями Бога. В этом заключается замысел Бога. Мы с вами можем войти в полноту сыновства. Говоря так, я подразумеваю и сыновей, и дочерей, конечно же. Но для этого нам необходимы определенные действия. Что же требуется сделать, чтобы стать зрелыми сыновьями и дочерьми, сразиться с врагом и одолеть его. Бог устроил все так, что у нас есть противник. Вспомните, что происходило с Иисусом, когда Он был помазан Духом Святым у реки Иордан. Большинство из нас знакома история Иешуа. Он пошел к реке Иордан, где Его крестил Иоанн Креститель. Как только Иешуа вышел из воды, Дух Святой сошел на Него, как голубь. И с небес прозвучал голос, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Окружавшие Иешуа люди слышали, как голос произнес, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение». Суть в том, что именно в тот момент Иешуа был помазан и призван на служение. После этого Дух Божий повел Иешуа в пустыню, где ему через 40 дней и 40 ночей пришлось противостоять дьяволу. Служение Иешуа началось только после этого противостояния и победы над дьяволом в пустыне. Другими словами, Бог устроил так, что прежде чем началось служение Иешуа, ему пришлось отразить атаку сатаны и одолеть его. Поэтому Писание говорит, Иешуа был поведен Духом Божьим в пустыню, и после того, как он отразил там атаку дьявола, он вышел из пустыни, и теперь, внимание, сказано, в силе Духа Святого. Он был наделен силой, когда соединился с Хошемом, с Богом Отцом, и отразил атаку дьявола в пустыне. Такая борьба — это часть Божьего плана на нашу жизнь. Я подробно говорил об этом в прошлый раз. Вам необходимо послушать это послание. Я нечасто об этом говорю. Также я говорил на прошлой неделе, что Давид, осознав, что это была атака дьявола, после его помазания в цари, не оставил трон. Он не сказал, «Оно того не стоит». Если такова царская доля, ведь Давида как раз помазали в цари. Я не хочу быть царем, «Иначе филистимляне будут постоянно меня атаковать». Я так не хочу. О нет, Писание говорит, что вместо этого Давид пошел в крепость. Давайте прочитаем и об этом тоже. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. Скажите, а зачем они его искали? Чтобы убить и уничтожить. И услышал, Давид и пошел. А куда он пошел? В крепость. В конце прошлой программы. Я говорил, когда мы с вами двигаемся в помазание, враг отреагирует и попытается нас остановить. Я приводил примеры своей жизни. Враг непременно отреагирует и постарается нас остановить. Поэтому нужно быть внимательными. Во-первых, осознать, что все происходящее — это атака сатаны. Будь это какие-то сложные обстоятельства, тупик, страшные сны по ночам, или какие-то неправильные мысли в нашем разуме. Нужно осознать, что все происходящее — вовсе не случайность. Нам нужно осознать, что это атака. Когда Давид услышал об этом, когда он осознал, что это атака, он пошел в крепость. Я хочу поговорить о том, что значит пойти в крепость. Но прежде хочу привести вам еще один пример из своей собственной жизни. Несколько лет назад я был в Африке. Проповедовал Евангелие. Я сидел в маленькой комнатке и готовился к служению. Я заметил, что все мысли, которые проносились тогда в моей голове, были неправильными. Это были неправильные мысли о разных людях, о разных обстоятельствах. Мой разум был атакован врагом. Я осознал, что происходит. Меня атаковал враг. Он пытался меня остановить, потому что знал, что я буду делиться Евангелием, и тысячи людей будут спасены. То же самое произошло и с Давидом. Я хочу ободрить вас. Не игнорируйте замыслы врага. Когда вы двигаетесь вперед в Боге, враг вам противостанет. Да, это случится. И вы не должны этому удивляться, но вам нужно осознать, что же именно происходит. При этом нужно занять правильную позицию, быть непреклонным и подобно Давиду пойти в крепость. Сейчас мы прервемся, а продолжим после паузы. Сегодня я приготовил для вас особую рубрику «Семена откровения». Под семенами я подразумеваю небольшие зерна истины, которые могут прорасти в нашем сердце и привести нас к откровению о Боге. Я собираю эти зерна истины каждую неделю и рассылаю их по электронной почте. Если вы хотите подписаться на эту еженедельную пятничную рассылку, заходите на наш сайт. Сегодня я хочу сфокусироваться на послании к римлянам. Это 8 глава, 26 стих. Послушайте Слово Божие, записанное Павлом. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Мне кажется, что тем самым говорит Хошем. Он с нами. Он поддерживает нас. Он несет нас, когда мы идем по дороге жизни, даже когда мы слабые. Когда мы немощные, Он служит нам. Когда мы немощные, Дух внутри нас молится Богу за нас. И меня так утешает, что Бог верен, что Он служит мне в те моменты, когда я совершенно бессилен. Помогает ли вам это? Кому-то кажется, что мы всегда должны быть сильными. Но знаете что? Бог любит вас всегда. Он поможет нам с вами, дорогие, даже когда мы слабы. Пожалуйста, помните об этом и всегда держитесь за Хошема. Как нам пойти в крепость? Давид пошел в обычную крепость, но я хочу показать, что такая крепость скорее духовное понятие. На прошлой неделе я делился с вами наблюдением из своей жизни. Когда я несу какое-то бремя, когда на мне лежит какая-то ответственность, я перехожу на молитвенный язык. И самое интересное, я стал использовать молитвенный язык еще до того, как узнал о таком понятии. Никто и никогда не учил меня об этом. Я не слышал и не читал о нем, но я заметил, еще будучи молодым пастором, когда на меня ложились бремена того, что происходило в служении, я начинал говорить с Богом из самой глубины моей души, не на своем родном языке. Это и были языки, личный, молитвенный язык. Но прежде чем вы задумаетесь, я хочу показать вам то, что по возможности прояснит этот вопрос для всех. Во-первых, многие учения языках являются, с моей точки зрения, некорректными. У языков много измерений, есть много разных типов языков. К примеру, мы видим во второй главе книги «Деяний», что Дух Святой сошел на церковь, на первых 120 верующих, и они стали говорить на языках. Мы знаем эту историю из второй главы «Деяний». 120 верующих собрались вместе в так называемой «Верхней Горнице». Пока они были там все вместе, наступил Шавуот, день Пятидесятницы. Полторы тысячи лет назад, в этот же день, Бог явил свою славу еврейскому народу на горе Синай. Очень интересно проследить эту связь между Брит-Хадаша, Новым Заветом, и еврейской Библией. В тот же день, когда слава Божия была явлена на горе Синай Моисею и еврейскому народу, но полторы тысячи лет спустя Дух Божий снова явил свою славу ученикам, собравшимся в Верхней Горнице. Находясь там, они вспоминали, как Бог Отец, Бог Израиля, явил Себя в огне на вершине горы Синай полторы тысячи лет назад и записал свой закон на каменных скрижалях. Пока они размышляли об этом Верхней Горнице, внезапные языки огня сошли на каждого из 120 верующих. Они исполнились Духом Святым и стали говорить на языках. Но обратите внимание, языки, на которых они говорили, не были неизвестными языками. Это были иностранные языки. Они стали говорить на языках, которые они никогда не изучали. Почему? Потому что тогда в Иерусалиме собрались люди, говорившие на различных иностранных языках. Господь хотел, чтобы Евангелие Мессии и Иисуса зазвучало и было услышано всеми, кто там находился. Другими словами, Он хотел, чтобы находившиеся там люди, которые не говорили на иврите или арамейском, тоже услышали Евангелие. Когда эти первые 120 верующих исполнились Духом, Бог дал им сверхъестественный дар провозглашать Евангелие на языке, которого они никогда не учили. Они возвещали Евангелие на реальном иностранном языке. Интересно, что зачастую люди используют вторую главу деяний как образец того, каким должен быть опыт верующих. Они учат. Я просто вношу определенную ясность, что знамением того, что человек исполнился Духом Святым, является говорение на языках и ссылаются на вторую главу деяний. Но то, что происходило во второй главе деяний, отличается от происходящего в современной церкви. Если в современной церкви человек говорит, что принял крещение Духом Святым и начал говорить на языках, его языки уже не те, о которых сказано во второй главе деяний. Большей частью он говорит на неизвестном языке. Это скорее молитвенный язык. В Новом Завете есть несколько типов языков. Один из них — это сверхъестественная способность говорить на языке, который вы никогда не изучали. Это первое. Второе — это язык, о котором говорится в послании к Оринфинам. Это неизвестный язык, сверхъестественный язык, который нужно использовать на общем собрании. Когда такой язык звучит на общем собрании, там должен быть истолкователь, чтобы перевести то, что было сказано. Это второе применение языков. Но тип языков, о котором я вам говорю, не первый и не второй, это не те известные языки, что звучали во второй главе деяний. Это не те языки, на которых говорят в общем собрании, а затем кто-то встает и истолковывает их. Я говорю не о них. Я говорю совсем о других языках. Давайте откроем первое послание к Оринфинам, 14 главу, и прочитаем 4 стих. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». Здесь речь идет совсем о другом языке, таком языке, который приносит пользу верующему. Каждый второй дар Духа Святого — это дар для тела. Однако дар языков, то есть личный молитвенный язык, это дар не для тела, а лично для верующего. Послушайте, что пишет Павел. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». Вы назидаете себя, когда говорите на языках. Затем в 5 стихе Павел пишет, «Желаю, чтобы все вы говорили языками». Почему Павел хочет, чтобы все говорили языками? Потому что этот дар способен назидать вас. Я верю, что способность говорить на молитвенном языке — это не обязательно первоначальное знамение крещения Духом Святым. Я не верю, что вам нужно говорить с молитвенным языком или на незнакомом языке, чтобы быть с крещенным Духом Святым. Потому что в Писании есть примеры, когда люди принимали крещение Духом Святым и начинали возвещать Евангелие на известном языке. Но я верю, что дар языков, молитвенного языка, доступен каждому. Зачастую людям кажется, что если вы способны говорить так намеренно, значит, это не настоящий дар. Примерно так же было и со мною. Я был молодым верующим. Когда на меня ложилось непосильное бремя, я просто переключал трансмиссию своей души. Я словно переключался на самую первую скорость. В прошлый раз я приводил такой пример. Если вы едете на старом автомобиле и впереди крутой подъем, вы переключаетесь на первую передачу, чтобы снизить обороты. Это дает вам отличную тягу. Я заметил, что со мной происходит так же. Ощущая какое-то бремя, я переключал трансмиссию своей души и начинал молиться на языках. Это происходило автоматически. Я нес бремя, и мне нужно было соединиться с отцом. Мне нужно было соединиться с Духом, чтобы вынести это бремя. Поэтому подсознательно, не принимая волевого решения, я понижал обороты и начинал молиться на молитвенном языке, о котором меня никто никогда не учил. Я даже не знал, что это такое. Я спрашивал себя, это и есть говорение на языках? Я не был уверен. Я не понимал, что со мной происходит. А затем я осознал, что могу делать это целенаправленно в любое время. Тогда я подумал, а действительно ли это дар? Если бы это было от Бога, тогда я не мог бы сам приводить этот дар в действие. Этот дух бурлил бы во мне, а я могу делать это когда угодно. Так как же узнать, от Бога это или нет? Я начал терять уверенность, посчитав, что это не от Бога, или что это не настоящие языки. Однако со временем убеждение во мне только росло. Теперь я знаю, это мой молитвенный язык. Я могу использовать его в любое время. Когда меня что-то тяготит, я иду в свою крепость, и чаще всего это молитва на молитвенном языке. Хочу вдохновить вас сегодня. Будьте открытыми для этого дара. Если вы услышите внутри себя то, чего никогда прежде не делали, просто начните произносить то, что слышите. Не сомневайтесь, не думайте, что это не настоящее. Просто действуйте. Я не хочу говорить «практикуйтесь», потому что это будет спектакль. Я просто призываю вас развивать этот дар, потому что Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями, неизреченными. Это и есть суть молитвенного языка. Дух Святой помогает вам освободиться от бремени вашей души в духовной сфере, чтобы вы могли действительно глубоко, по-настоящему, соединиться с Богом. Итак, первое. Когда вас атаковали, вы можете пойти в крепость, используя молитвенный язык. Во-вторых, возлюбленные. Мы идем в крепость, когда находимся в тишине и покое перед Богом, наедине с Богом, и начинаем открывать Ему свои сердца, свои чувства. Просто начните говорить с Иисусом вслух или про себя. Поедите туда, где можно побыть наедине с Богом, и просто начните изливать перед Ним свою душу. Просто остановитесь, успокойтесь в Нем. Просто попросите Его о помощи. Тогда Он укрепит вас и снарядит вас для победы и прорыва. Давид держался за Бога. Когда он осознал, что Его атаковали, он пошел в крепость и ухватился за Бога. На ибрите это называется двекут, что значит «прильнуть». Нам нужно ухватиться за Бога. Когда мы не держимся за Него, мы уязвимы для атак врага. Кто-то из вас уже слышал мою историю. Много лет назад я увидел, что многие люди, называющие себя христианами, падали и без конца грешили. И меня это озадачило. Библия говорит, что во Христе мы имеем победу. Дошло до того, что не замечать это было уже невозможно. Я спросил, «Господь, если ты не скажешь мне, почему столько людей, которые утверждают, что знают и верят в Тебя, грешат и падают, словно по привычке?» «Как я смогу в Тебя верить?» «Господь, если ты не помогаешь им, я не уверен, что ты поможешь мне». Я сказал, «Боже, я не пойду дальше, пока ты не ответишь мне». Я просто оставался в тишине перед Господом, ожидая ответа. Я был уверен, что Он заговорит, но мне было грустно. На следующий день, когда я был в том же состоянии, Дух Святой ясно проговорил ко мне, «Ты видишь то, что видишь, как множество людей грешит и падает, потому что мой народ не доверяет мне». Когда Дух произнес слова, «Доверяет мне», в слове «доверяет» было откровение о значении «ухватиться». Дух сказал, «Мой народ грешит и падает, потому что не держится за меня». Хочу ободрить вас, дорогие. И мы еще продолжим эту тему. Двигаясь вперед в Господе, будьте готовы к атакам. Ощутив атаку, не паникуйте. Не бегите с корабля. Идите в крепость, поговорите с Богом, побудьте перед Ним в покое, расскажите Ему все и держитесь за Него. Я Равин Шнайдер. Да благословит вас Бог. Шалом. Завершим передачу благословения. В шестой главе книги чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарону, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца». Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Субтитры создавал DimaTorzok Действительно ли Бог контролирует все?» В следующий раз на программе «Узнавая еврейского Иисуса» вы узнаете правду о силе и суверенности Господа. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, в Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Мы не увидим прорыва в жизни без прорыва в отношении с Господом. Послушайте, что Отец говорит нам в книге Малахия, 3 главе, 7 стихе. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться. В следующем стихе Господь говорит об этом. Десятиную и приношениями. Когда мы отдаем наши сердца Отцу, мы получаем Его силу, свет и жизнь в нашей жизни. А если мы не доверяем Ему, не почитаем Его, мы лишаем себя силы, которая приводит к прорыву. Это одна из причин, почему почитание Бога десятинами и приношениями так важно. Возлюбленные. Давайте не ограничивать наши отношения с Хошемом, отказываясь почитать Его своими десятинами и приношениями. Это крайне важно. Давайте будем послушны Ему, и Бог благословит нас. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайбера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На земле многие из нас верны Господу финансы. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайбера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.